Великолепная, мелодичная, теплая, аутентичная. Эти эпитеты посвящены уникальной скрипке, инструменту Марины Катаржиновой, солистке Оркестра старинных инструментов Pratum Integrum и по совместительству преподавателю Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Талантливый музыкант, опытный педагог вместе с коллегой, знаменитой флейтисткой Ольгой Ивушейковой посетили Белгородский музыкальный колледж имени Степана Дегтярева в рамках проекта «Класс от маэстро» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Целью проекта является развитие музыкального образования в России, выявление и оказание поддержки юным талантливым исполнителям, повышение профессионального уровня педагогов музыкальных учебных заведений. Фонд делает потрясающую вещь. Это действительно миссия, потому что преподаватели консерватории много ездят по регионам, стараются как-то давать мастер-классы. И сюда, наверное, приезжают к вам разные преподаватели. Но вот преподаватели нашего профиля по старинным специальностям, то есть мы и старинные, и современные преподаем, у нас есть ориентированность на то, чтобы ездить по городам, и рассказывать, и показывать, и как-то поднимать культурный уровень. Советы маэстро на вес золота. Помимо музыкального дарования, уроженка города Шибекина, наша землячка обладает талантом педагога. Сложные музыкальные понятия, методические азы игры на самом сложном музыкальном инструменте звучали из ее уст интересно и доступно. Солисты играли вот сюда ставили, а те, кто в оркестре играл, ставили скрипку немножко пониже. Потому что там простые партии. И, конечно, нужно было придерживать немножечко. И постепенно появилась такая маленькая накладочка, как подбородник. Упражнение для разработки кистей рук. Техника точного проигрывания стакката. Отработка правильного положения головы на инструменте. Способность сбрасывать усталость во время оркестровых выступлений. Об этом и многом другом узнали ученики, студенты и педагоги музыкальных школ и колледжей Белгорода. Марина Николаевна дает не просто общие указания. Она занимается конкретной педагогической работой, которой действительно мы, преподаватели, занимаемся на каждом уроке. То есть это действительно вот именно так и происходит. Долго, трудно, медленно, по одной нотке, по движению смычка, постоянная работа с постановкой, постоянная корректировка. То есть она делает совершенно правильно. То есть именно так и происходит. А вот именно такая работа наиболее интересна и наиболее ценна для педагогов. В соседней аудитории юные музыканты обсуждали с солисткой оркеста «Пратум Интегрум» Ольгой Ивушейковой особенности современной духовой школы. Знаменитая флейтистка детально разбирала каждое музыкальное произведение. Учила правильно брать и расходовать дыхание. Использовать новые приемы игры на флейте. Давала рекомендации по достижению особых эффектов звукоизвлечения. Ольга Юрьевна вообще очень высокого уровня профессионал. Мы вчера просто потрясены были красотой музыки, исполняемой и качеством исполняемой музыки. Она настолько умеет передать то, что нужно в работе с учеником. Несмотря на то, что это дети, вполне возможно, что работа со студентами более легкая, потому что они взрослые, более осознанные. А у детей не всегда еще сформированы все представления, понятия. А тем более игра на флейте – это очень субъективный процесс, но она очень доступна. Объясняют, мы все видели, насколько у Маши сразу идет результат. И я сама как педагог, конечно, все записываю, все беру в работу. Это для нас очень-очень полезный опыт, потому что мы далеко от Москвы. В интернете мы, конечно, получаем какие-то информации, смотрим. Но когда это из первых рук, это просто бесценно. Лауреат всесоюзного, всероссийских и международных конкурсов Ольга Ивушейкова ведет активную просветительскую и концертную деятельность. Играет в составе оркестра старинных инструментов «Пратум Интегрум». Всегда с удовольствием участвует в проектах благотворительного фонда Алишера Усманова. Видит огромную культурологическую и образовательную пользу в российском музыкальном сообществе от деятельности фонда. Четвертый даже проект с фондом искусства, наука и спорт, где, мне кажется, огромный вклад в развитие флитовой школы уже внесено благодаря этому. Потому что мы были и в Орске, и в Новотроицке. В Москве проходили мастер-классы, приезжали дети из других регионов. Вот у нас в школе, где я преподаю. И даже в детском доме духовом, духового искусства в Метичинском мы приезжали туда, тоже там проводили мастер-классы. Так что большое спасибо фонду. Играть сердцем, вкладывая душу. Светило Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского учили белгородских музыкантов посвящать себя музыке не по принуждению, а по вдохновению. Подходить к занятиям не только с академической стороны, но и с творческой. Класс от маэстро получился насыщенным и познавательным. Ольга Ивушейкова и Марина Катаржинова нашли подход к каждому ученику. Помогли педагогам решить актуальные профессиональные вопросы. Без сомнения, музыкальную науку класса от маэстро долго будут помнить в Белгородском музыкальном сообществе и передавать из уст в уста.